Накануне в Каменске-Уральском в людном месте рядом с автобусной остановкой на улице Октябрьской средь бела дня в третьем часу пополудни 11-летний мальчик попал под колеса иномарки. Точнее сказать, забрызганный грязью темно-синий гибрид японской сборки сбил с ног школьника, переходившего дорогу по зебре и, вероятно, спешившего на автобус. Водитель автомашины Toyota Prius не предоставил преимущества в движении, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травму. К счастью, сбитый из ног мальчишка отделался легкими ушибами и испугом. И теперь дома его ожидают досрочно амбулаторные апрельские каникулы. Насколько долгие, врачи пока не уточняют. По словам невезучего мальчика, перед тем, как шагнуть на дорогу, он остановился, как положено, посмотрел налево и, убедившись в том, что автомобили остановились, пошел дальше. По словам школьника, автомобиль, сбивший его, двигался справа. Он его видел метров за 30 и был уверен, что водитель его видит тоже. Предположения мальчика оказались дважды ошибочными. Во-первых, потому что, как уточнили в ГИБДД, за рулем Toyota Prius находился не он, а она, 41-летняя женщина. И во-вторых, водительница заявляла о том, что мальчика на дороге она не заметила. После наезда на капоте гибрида остались два заметных следа, оставленные мальчишеской рукой. Никаких других повреждений на автомобиле замечено не было. А это добрый знак. Предвестник того, что внеурочные каникулы мальчика действительно надолго не затянутся. Выставленный после наезда знак аварийной остановки и дорожной конусы однозначно указывает на то, что наезд произошел ни до, ни после, а именно на зебре. После аварии водительница Toyota, предположительно дама в светлом манто, покинула автомобиль в сопровождении мужчины представительной внешности. Правда, очевидцы не уточняют, находился ли этот человек в Toyota в момент наезда на мальчишку. Возможно, он появился позже по звонку, предполагаемой виновнице ДТП. Но это уже детали. Продолжение следует...